Ким Сок Джин или Ким Сок Джин. Ким Сок Чин родился 4 декабря 1992 год. Также известный под своим сценическим псевдонимом Джин, является южнокорейская певица, автор песен, и член мальчика группы южнокорейской БПС. С июня 2013 года Ким Имеет в соавторстве выпустил 3 сольных трека с БТС, Ауаки, 2016, и Пепаны, 2018, и Муон, 2020, все из которых попали в южнокорейский Гаон Дигитал Чарт. В 2019 году Ким выпустил свою первую независимую песню, цифровой трек Тоникт. Он также появился в саундтреке Уаранг, Тепой Туариор Яут, 2016 года вместе с участником БТСВ. Ким получил похвалу от критиков за его фальцет и эмоциональный диапазон как певца. Помимо пения, Ким также выступал в качестве ведущего на нескольких музыкальных программах южнокорейских с 2016 по 2018. В 2018 году он был удостоен пятым классу Агуан Орден культурных за заслуги в президенте Южной Корее вместе с другими членами ПСА, за его вклад в корейскую культуру. Родился 4 декабря 1992 года, также известный под своим сценическим псевдонимом Джин, является южнокорейская певица, автор песен, и член мальчика группы южнокорейской БПС. С июня 2013 года Ким имеет в соавторстве выпустил три сольных трека с БТС, Ауаки, 2016, и Пипаны, 2018, и Муон, 2020, все из которых попали в южнокорейский Гаон Дигитал Чарт. В 2019 году Ким выпустил свою первую независимую песню, цифровой трек «Тоникт». Он также появился в саундтреке «Уаранг», «Тэпой Туариор Яут» 2016 года вместе с участником БТСВ. Ким получил похвалу от критиков за его фальцет и эмоциональный диапазон как певца. Помимо пения, Ким также выступал в качестве ведущего на нескольких музыкальных программах южнокорейских с 2016 по 2018. В 2018 году он был удостоен пятым классу Агуан Орден культурных за заслуги в президенте Южной Корее вместе с другими членами ПСА, за его вклад в корейскую культуру. В декабре 2018 года Ким пожертвовал различные принадлежности Корейской Ассоциации Защиты Животных, чтобы отпраздновать свой день рождения, закупив для организации еду, одеяло и посуду. Он также пожертвовал 321 килограмм еды Корейской Организации Защиты Прав Животных, КАРА, другой корейской некоммерческой организации по защите животных. С мая 2018 года Ким был ежемесячным донором Юнисеф в Корее, прося, чтобы его пожертвования хранились в тайне. В конечном итоге они были обнародованы после того, как в мае 2019 года он был принят в клуб почести Юнисеф за пожертвования более 100 миллионов фунтов стерлингов, около 84 тысяч долларов США. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.